Знову съевшись не те. Фильтрум Гастрогель. И это Шаннен. Мы отправимся в самые труднодоступные земли. Чтобы раскрыть жестокие тайны диких племен. По сегодняшний день убийство является нормой. Я просто заколол его и все. Испытать себя на склонах вулкана. Важно не упустить момент, когда можно оказаться слишком поздно. Бросить вызов стереотипам вместе с уникальной моделью. Ты готова? Мы с тобой всегда будем рядом. И понять, как живут в стране, где стерта грань между добром и злом. О, Господи, это настоящее. Я держу в руках голову человека. Добро пожаловать в яркий, контрастный и безумный Эквадор. Дорогие друзья, мирно из нас начинает новую опасную экспедицию. В поисках диких племен. На этот раз в Эквадоре. Здесь живут одни из самых жестоких индейцев в мире. Варани. Это племя до сих пор убивает чужаков, которые приходят на их земли. Вот тут на берегу убили мужчину. Нам не важно было, кто они. Мы просто их убивали. Мы узнаем, сколько человек стали жертвами нападения индейцев. Я убил человек 20. Это копье было в теле моего сына. Найдем тех, кому удалось выжить. Мужа проткнули копьем и держали. Я успела заскочить в лодку, завести мотор и уплыть. Мы проделаем опасный путь в самые отзаренные места Эквадорской Амазонии. Мы уже третий день находимся в этой лодке. Вот он, друзья, ночлег в джунглях. Вот там где-то люди, которые могут реально напасть. И все для того, чтобы познакомиться с шокирующими традициями и уникальными обрядами племени Варани. Агва! Агва! Узнаем, как сегодня живут те, кто еще полвека назад изолировано жил в лесу. Падает! Вот, упала, друзья! Почему целуем дерево? Если я тебя потрогаю, твоя женщина не будет сердиться. Прости! Как дикие племена осваивают технологии современности? Смотрите, роутер. Способ коммуникации друг с другом. Вы обычно живете вот так или вот так? И почему индейцы жалеют, что вышли на контакт с цивилизацией? Заскучились за настоящими приключениями. Экспедиция начинается. Полетели! Для того, чтобы отыскать Варани, нужно отправляться в Амазонию. Этот огромный регион занимает треть континента Южной Америки. И находится на территории девяти стран. Мы уже изучали Амазонию в бразильском сезоне. И теперь приехали в ее эквадорскую часть. И хоть самой реки Амазонка тут нет, а есть только ее притоки, этот район скрывает немыслимые тайны. Это бесконечные непроходимые тропические леса, в которых живут тысячи видов диких животных и птиц. Но главные хозяева этих мест – индейцы, которые небольшими группами прячутся от всего внешнего мира глубоко в джунглях, не подпуская чужаков. Наша экспедиция в эквадорскую Амазонию стартует из города Кока. Учитывая, что мы затеяли очень непростую экспедицию, нам понадобится мегапрофессиональный гид. Причем не просто гид, это обязательно должен быть выходец из племени, в которое мы отправляемся. Племени Варани. Нам нужны проводники, которые отлично ориентируются в амазонских джунглях, там, где обитает их народ. Гиды, которые понимают, какие участки пути самые опасные и как не стать жертвой неконтактных племен. Вот нас уже ждут. Бой нас здесь! Лопани – это здравствуйте на языке племени Варани? Да, Мигель. Меня зовут Дима, вас зовут? Гинтотега. Димто и Мигель – отец и сын из племени Варани. Именно они будут сопровождать нас в экспедиции. Ну вы уже вот так на индейцев не похожи. Вы в такой современной одежде, у вас тут Ювентус. Сын переводит отцу с испанского на язык племени, потому что отец испанского не знает. Да, я люблю футбол. Но у нас сегодня речь не об этом. Сегодня мы знакомимся с одним из самых, без преувеличения, да, даже глядя на этих людей, я повторю это, одним из самых опасных племен на планете Земля. И вот подтвердите мои слова. Да, это правда. Несмотря на то, что мы выглядим как горожане, мы и наши предки были сильными воинами, которые часто атаковали города. Даже Коку в Ааране атаковали дважды. А почему вы атаковали? Чтобы города не разрастались и не захватывали наши джунгли. Сегодня, я смотрю, уже ваши люди есть не только в лесу, но и в городе. Да, я учусь в Коке, на юриста, чтобы защищать свой народ на законодательном уровне. У нас разные представления о законе. В нашей культуре есть свобода самовыражения, развлечений и свобода убийства. Например, если кто-то меня обидел, я могу ему отомстить и убить. Это нормально у нас. Но так не принято в современном мире. Поэтому молодежь изучает законы, чтобы попытаться как-то совместить эти два мира. А, то есть, получается, эта кровная месть, она сегодня существует? Да, в нашей культуре такое есть до сих пор. Наши предки убивали. Сейчас такое происходит реже. Но все равно кровная месть практикуется. Вы обещали показать ненастоящих вараней и рассказать, кто они такие, почему они такие опасные. И чем отличаются абсолютно от всех племен на планете Земля. Да, завтра мы отправимся в наше поселение. Добираться туда не меньше двух дней в зависимости от уровня воды. Но я должен тебя предупредить. Бамена, куда мы отправляемся, окружено территориями неконтактных племен. Мы будем проезжать дикие места, и они могут напасть на нас. Неконтактные племена – это малочисленные народы, которые в наше время продолжают жить изолированно от современного мира. Как жили их предки. Они отрицают любые попытки контактов с цивилизацией. И убивают каждого, кто ступает на их землю. Такое происходит не только в Эквадоре. В прошлом году в Бразилии неконтактное племя убило правозащитника коренных народов. А в Индии в 2018 году племя сентинельцев застрелило из улка американцев. В 2015 году изолированное племя Машка-Пира напало на поселок в Перу. Но больше всего новостей об атаках неконтактных приходят именно из Эквадора. Здесь всех держат в страхе две группы индейцев – Тагиери и Тараминани. В 21 веке, когда туристы уже летают в космос, можно просто плыть по реке, остановиться, и тебя убьют просто за то, что ты находишься на этой земле. Да, это нормально. Друзья, просто это нормально. Это обычно. То есть у нас впереди очень интересные приключения. Дорога от города до поселения Вара не очень долгая. Поэтому индейцы используют любую возможность, чтобы закупить все необходимое для своего племени. Крупы, сахар, соль, яйца, консервы, макароны – все то, что невозможно добыть в джунглях. Да, современные варани уже потребляют и такие продукты. Но и мы не можем приехать в гости к индейцам с пустыми руками. Поэтому сегодня шопинг включает подарки от нас для всего племени. Давайте зайдем вместе и выберем самое нужное, самое интересное. Вот, мачете. Естественно, прежде всего мачете. Сколько штук надо? Штук 15. Это ваше основное орудие труда, да? Да. Они нужны, чтобы собирать юбку, срезать лес, делать охотничьи трубки. А раньше мы использовали мачете в бою. Сейчас, я надеюсь, вы никого не будете убивать, эти мачеты? Нет. Если не будете никого, тогда покупаем. Что еще надо? Миски нужны. Индейцы заказали миски, точилки для мачете, ножи и снасти для рыбалки. То есть охота, рыбалка. Все не меняется тысячелетиями. Для дел мужских все куплено. Пора подумать о женщинах. Сколько у вас женщин в селе? 37. Мы хотим купить казаны для старших женщин. А что для женщин помоложе? Я даже не знаю. Представьте, что в магазине все бесплатно для вас. Что бы вы взяли? Что, кстати, очень впечатляет, люди очень скромные. Потому что во многих других племенах, я представляю, если бы я сказал, берите, что хотите, уже полмагазина вынесли бы. Здесь вот, смотрите, вот стоят и реально рассуждают, думают. Просто папа еще не был в такой ситуации, чтобы так много всего можно было купить. Что еще надо? Может быть, фонарики, туалетная бумага, игрушки? Я не знаю, может быть, какая-то посуда еще. Для детей можно взять игрушки, а для девушек сосуды, бутылки, чтобы носить воду. Давайте, выбирайте. Так, вы выбрали бутылочку. Вы пьете речную воду? Да, речную. Вот, смотрите, а вот есть такая бутылка. Почему вы такую не хотите? Она стоит 4 доллара. Дорогая. Вот, я поражаюсь в который раз. Вы очень такой благородный народ, я смотрю. Совсем не жадный. И вы считаете даже чужие деньги. Мы не привыкли иметь деньги в наличии. И мы к ним бережно относимся. Мы никогда не берем лишнее. Покупаем только самое необходимое для жизни. Чтобы порадовать детей, возьмем еще футбольные и волейбольные мячи. И побольше мягких игрушек, чтобы досталось абсолютно каждому. Самое интересное, друзья, что здесь в ходу американские доллары. Национальные валюты Эквадора не существуют. И в банкомате тебе выдают доллары, в банке выдают доллары. И племена тоже пользуются долларами. Ну что, господа варане, вы счастливы? Да. Теперь точно будете меня в гости? Да. И не убьете? Нет, нет. У вас теперь 15 мачете, я знаю. Кстати, мачете это будет наша охрана по пути через неконтактные племена. Если что, будем отбиваться? Это вряд ли поможет. Они пользуются копьями. А вы оружие берете с собой в дорогу? Нет. Шутки шутками, но кому-то может показаться, что не взять с собой оружие в такую опасную экспедицию – самоубийство. Но на самом деле, если ты берешь оружие, то должен быть готов выстрелить и убить. Поэтому лично я, даже понимая все риски, не готов и думать о таком. Да, неконтактные индейцы жестоки, но это мы едем в их дом, а не они в наш. Мы едем, чтобы мирно исследовать и не потревожить. Поэтому нашей защитой будут внимательность, осторожность, доверие внутренним ощущениям и, главное, опыт и знания наших проводников. На следующий день мы уже готовы выезжать. Ну что, друзья, утро в городе Кока. Именно сейчас начинается наша большая экспедиция к племени Ваарани, которую называют одним из самых жестоких на планете. Посмотрим, какие они, эти люди-дикари. Вот уже стоят машины. Бой нас здесь! Привет! Ребята, как настроение? Хорошо. Далеко ли нам ехать? Два-два с половиной часа до лодочной станции. Оттуда пойдем по реке. Вот машина с нашими вещами. Вот вторая машина, в которой едет группа индейцев. Они же наши проводники, они же наши охранники. В общем, все сами увидите. Очень скоро приключения начинаются. Поехали! Вот мы уже покинули город и видим, что находимся в джунглях, по которым проложена отличная асфальтированная трасса. Дорога, по которой мы едем, это не просто шоссе в джунглях. Эта дорога без преувеличения изменила жизнь всего народа Ваарани, с которым мы начинаем знакомство. Еще 70 лет назад в этом месте были непроходимые джунгли, населенные воинственными и жестокими индейцами, которые никого не пускали на свои земли. Их боялись и поэтому не трогали. Возможно, они и сегодня прятались бы в этих лесах, если бы на этих землях не обнаружили колоссальные запасы нефти. Первые контакты племени Ваарани с внешним миром произошли именно после того, как в этих местах нашли нефть. Тогда, естественно, началась активная разработка. Всех людей, которые приходили на поиск нефти в эти леса, просто-напросто убивали, без предупреждения. Ситуация была достаточно сложная, потому что Ваарани нефтяников на свои земли не пускали, при этом нефтяники, естественно, хотели добиться своего, потому что это огромные деньги. Началась настоящая война. Ситуация оказалась безвыходной. Как можно договориться с теми, кто не принимает никаких аргументов, а сразу без раздумий убивает? Тогда, собственно, начались первые попытки обратить Ваарани в христианство и объяснить им главную заповедь – не убей. Частично с некоторыми группами Ваарани удалось договориться. Они стали контактными, они теперь уже приезжают в город, ходят в джинсах, они голыми, и получают образование. Но остались группы, которые до сих пор ни с кем не контактируют и убивают первого, кто ступает на их землю. Забегая наперед, скажу – это не просто страшилки о каких-то мифических дикарях. В этой экспедиции нам еще предстоит столкнуться с огромным количеством свидетелей и даже жертв подобных нападений. Более того, мы встретимся и с самими убийцами. Но дорога, по которой мы сейчас едем, по сути, открыла путь для нефтедобычи в Эквадорской Амазонии. По иронии судьбы, она названа «Виа-Аука», что в переводе означает «дорога дикарей». Вот, пожалуйста, тоже видим машину, которая принадлежит нефтяной компании. То есть этот регион живет за счет нефти. Если внимательно посмотреть на карту, то становится очевидно, что «Виа-Аука» – это не обычная трасса, которая связывает города. Это построенная в диких джунглях промышленная магистраль, по обе стороны от которой расположены места нефтедобычи. Много мест нефтедобычи. И с каждым годом их становится все больше. Столбы пламени, которые выходят из джунглей, такую картину очень часто можно увидеть в тропических лесах Эквадора. Масштабы нефтедобычи здесь огромные. Нефть добывают все больше и больше, и этот процесс вряд ли остановится. Когда я был маленький, я свободно гулял по лесу. Даже здесь мог пройти пешком. Но с годами все это сильнее развивается. Появляется больше границ, заборов, закрытых территорий. Нас все больше сгоняют в маленькие резервации, где нам очень сложно жить. Я все чаще вижу много мертвых животных в разных местах. Топиров, змей, птиц, различных млекопитающих. В природе становится все хуже и хуже. Каким вы видите будущее этого региона? Все это может закончиться катастрофой. Какая будет катастрофа? В первую очередь можем исчезнуть мы, потому что мы полностью зависим от леса. Будут умирать животные, растения, появятся новые болезни. И все это повлияет не только на нас, на весь мир. Вечно мне видеть это неприятно и больно, потому что это наглядная иллюстрация того, как человек вмешивается в жизнь природы и меняет естественное движение природных процессов. Как уничтожаются джунгли. И как те места, где когда-то был дикий лес, и было очень много животных, превратились просто в места нефтедобычи. Лес – это дом для нас и животных. Он дает кислород и влагу. Если его не станет, исчезнем мы. Этот влажный тропический лес в регионе Амазонии дает очень много кислорода. Каждое дерево испаряет огромный объем влаги, которая потом падает на эти же леса в виде дождя. Если не станет этого леса, когда-нибудь здесь обязательно будет пустыня. Для Гинта борьба с нефтяной промышленностью – это личная история его семьи. Спустя два часа, когда мы прибыли на лодочную станцию, Гинта поделился своими воспоминаниями о регулярных стычках в Ааране и нефтяников. Когда я был маленький, родители убивали всех, кто приходил уничтожать лес, добывать метку. А детям зачастую приходилось добивать тех, кто был ранен. То есть вы застали те времена, когда убивали? Да, я видел такое неоднократно. Я тебе позже все расскажу. Давай собираться. Мы сейчас пересядем в лодке. Будем идти по реке. Хорошо, что уровень воды после дождя поднялся, и мы сможем идти быстрее. Нам еще предстоит узнать, почему высокий уровень воды – хороший знак. В этих местах это влияет не только на скорость, но и на безопасность пути. И вот лодки, на которых мы пойдем в сторону того самого племени Вааране. Ощущается дух приключений, друзья, и я уже предчувствую, будет не скучно. Сколько нам топлива понадобится? Здесь 60 галлонов. У нас 4 бочки такие на экспедицию. Вот, друзья, вам ответ на вопрос, почему индейцы не очень часто приезжают в город. Это дорого. Практически тонна топлива на две лодки. Пока мы загружали бочки с топливом, снова начался дождь. Погода в амазонских джунглях очень переменчива. Достаем дождевики. Все готовятся. Одни индейцы спокойные. Вот, друзья, у нас в этой экспедиции изменения. Мы в украинском сезоне начали регулярно работать на две камеры, и сегодня с нами наш старый друг Саша Шилов. Вы его хорошо помните? Саша Шилов уже выручал нас, когда нужно было подменить Сашу Дмитриева после травмы на гибне пали. И участвовал в съемках сюжета о изнанке киноиндустрии в Бразилии. И теперь с нами едет два оператора. Вы увидите еще больше невероятных кадров и атмосферы. Поехали. Но оказалось, что перед отправкой нам нужно показать паспорта вакцинации. Вот, вакцина от коронавируса. Острозеренка, две дозы. Вот мой паспорт вакцинации, в принципе. И тут у меня вакцин, смотрите, от всего на свете. Дифтерия, брюшной тиф, столбняк, гепатит А, гепатит Б. Вот, желтая лихорадка. То есть у меня, в принципе, прививки есть от всего. У Саши тоже. Без вакцины даже в племя уже не попасть. Друзья, нужно вакцинироваться. А у меня к вам вопрос. Вы вакцинированы от коронавируса? Да, мы все вакцинированы. То есть это государство привило даже самые отдаленные племена? Да. Ничего себе. Все паспорта вакцинации проверены. Можем загружать вещи. Лови. Лови. А теперь пригнись. Туалетная бумага. А что, вараньи пользуются туалетной бумагой? Это для вас. А, для нас. Спасибо. Я думал, неужели? Там же листики есть. О, а газ зачем нам? Чтобы готовить в дороге. Потому что под дождем будет сложно развести огонь. Такой экспедиции в племенала у нас еще не было. С газом. А зачем бензопила? Иногда большие деревья падают в реку, преграждают путь, и их приходится резать прямо по дороге. А что вы делали раньше, когда не было бензопил? Ждали, пока река поднимется. Наконец-то багаж упакован и загружен в лодки. Ну что, давайте все познакомимся, прежде чем плывем. Как зовут? Маорисио. Я буду управлять лодкой по дороге в Бомена. Вилсон. Я буду готовить. Нам повезло, что с нами повар на борту. Очаровательная девушка, здравствуйте. Как вас зовут? Селия. Мне с вами по пути. Я еду с детьми домой в Бомена. Две очаровательных малышки. Это Джастин и Грей. Наш путь пройдет через территории тех самых неконтактных племен. Поэтому в группе должно быть как можно больше людей. Когда неконтактные видят большое количество людей, они, как правило, не нападают. Вы молодой человек? На, Мо. Я буду управлять второй лодкой. Все в сборе. Отправляемся в путь. Надеваю капюшон. И готовлюсь к тому, что следующие часов 10 я проведу весь мокрым. Ну, это будет очень интересно. 10 часов? Это я еще оптимистично предположил. Впереди непредсказуемый путь. Его длительность зависит от уровня воды и от того, как пойдет наша экспедиция. Дорога может занять несколько дней. По этой извилистой реке Ширипуна нам с командой предстоит добраться до самого отдаленного поселения в Ааране. Бомена. Динта, скажите, а какая опасность может быть, когда идешь на лодке? Есть риск врезаться в корягу или сесть на мель. Но хуже всего, если мы застрянем в зоне неконтактных племен. Где это место и как долго до него идти? Отсюда где-то 6 часов пути. Насколько это действительно опасно? Могут ли они, сидя в лесу, мы их не увидим точно, выстрелить в нас, напасть? Могут. Если вода будет низкой, или мы остановимся на их территории, выйдем на берег. Тогда они будут атаковать. Тагиери такие же в Ааране, как и мы, но не признают никаких контактов с внешним миром и готовы убить любого, кто ступит на их земли. У вас есть четкое разграничение территории? Да, есть. И мы стараемся не нарушать их границы. Никогда не заходим на их земли. Можем только быстро пройти их территорию по реке. Это какая-то негласная договоренность? Да. И тагиери, в свою очередь, стараются не подходить к нашим поселениям, которые расположены вокруг их земель. Они знают, если идти 2-3 дня, можно набрести на один из современных поселков. Я с детства помню, как мы конфликтовали с тагиери. Бывало, они случайно выходили на дороги, которые проложены нефтедобывающими компаниями. Эти дороги выводили их к цивилизации. Встречая людей, тагиери начинали атаковать. За что их убивали? Поэтому эти племена решили больше не иметь контактов с цивилизацией и живут теперь в своем закрытом мире. А сколько вам лет? Как всегда, в племенах люди не помнят, сколько лет. Пытаются вспомнить. Ну, приблизительно. По документам, ему 66. Люди его возраста не помнят ни день, ни месяц рождения. В Аране ведут календарь по-другому, привязываясь к каким-то природным событиям. Например, сбор урожая. Папа родился в чем-то. Это время созревания персиковой пальмы. Где-то в апреле. Поэтому в паспорте ему поставили примерную дату рождения. Гинто, получается, вы родились где-то в середине 50-х. Вы тоже были неконтактным в Аране. Да, когда я был маленьким, мы спокойно жили в лесу, охотились и собирали югу. Пока однажды не услышали странный шум в небе. И какие-то голоса. Тогда я первый раз увидел самолет. Мы очень испугались. Бросали в него копья. Родители были в ужасе. Думали, что это какой-то монстр или привидение, которое мы называем Орэмоэ. Из него доносились голоса на языке в Аране. Они говорили, что пришли с миром и хотят нам помочь. Только когда мы увидели, что в самолете сидит человек, поняли, что это не чудовище. Вот так, друзья, представляете, не так давно, в 70-х годах прошлого века, наши с вами родители в это время уже пользовались самолетами активно. А вот этот человек увидел самолет, впервые испугался. И вся его семья думала, что это привидение. Когда вы впервые узнали о том, что есть другие люди, кроме в Аране? Точно не помню. В районе 20-22 лет. В другом поселении я встретил чужестранку, которая рассказывала, что есть другие национальности, другие народы, которые говорят на разных языках. Она даже предлагала работу и вместе с ней поехать в город. Как вы отреагировали, когда узнали, что есть другие люди на планете? Для нас это было полной неожиданностью. Другие люди, другой образ жизни. Мы в лесу, у нас все общее, а у них была своя собственность, свои вещи. И как вы приспособились к абсолютно новому вообще формату жизни? Мы сами не успели понять, как все произошло. Но нам очень помогла девушка из нашего племени, Даюма, и американские миссионеры. Они рассказали нам, как нужно жить в современном мире. Что если мы хотим, чтобы нас воспринимали за полноценных людей, не боялись, как дикарей. Нам нужно носить городскую одежду, а не ходить голыми. И вести себя соответствующе. Кому это вы кричите? Там живет наш дальний родственник. Здесь тоже живут в Аране родственники. И очень прикольно было, как он, проезжая возле дома, сказал «Эу-эу!», а там ответили «Эу-эу!». Значит, дома кто-то есть. Ну что, друзья, пообщавшись с Гинта, я могу сделать один главный вывод. На самом деле, для меня он уникальный. Да, наши с вами предки когда-то очень давно тоже ходили голыми. Но для того, чтобы стать современными, им понадобились тысячи лет. Здесь же перед нами живой пример супербыстрой эволюции. Вот когда было лучше? Тогда, когда вы не знали, что такое самолет, и бегали голым по джунглям, молодым пацанам. Или сейчас, когда уже можете поехать, зайти в магазин, пользоваться мобильным телефоном, купить все, что вам захочется. Я прожил достаточно большую жизнь. И могу с уверенностью сказать, что раньше было лучше. Да, не было у нас магазинов и рынков. Такого большого количества продуктов. Но весь лес был нашим. И он давал все, что нам нужно. Сейчас, конечно, все доступно. Но появилось больше сложностей. Нужно много ездить, зарабатывать деньги, делать что-то, чтобы выжить в современном мире. То есть вы поддерживаете выбор тех людей, которые где-то в этом лесу спрятались и не подпускают себе на пушечный выстрел. Тебе многие из нас скажут, что лучше оставаться в джунглях и не ехать в город. И их можно понять. Посмотрите, какая красота нас окружает. Бесконечные джунгли Амазонии. Это совершенно другой, фантастический мир, где пролетают стаи попугаев. В непроходимых лесах скрываются ягуары. А на реке можно встретить кайманов и анаконд. Нетронутая дикая природа завораживает. Любое с красотами просто не замечаешь, как день подходит к концу. Темнеет уже. Где будем ночевать? Вообще-то по плану нам нужно доехать до приюта в джунглях. Туда идти еще пару часов. Но наша вторая лодка отстала. Нам нужно где-то остановиться и их подождать. Пока мы общались с гидами, я даже не заметил, что наша вторая лодка исчезла из вида. Темнеет очень быстро, а наших все нет. Давайте остановимся здесь, на пляже. А здесь неконтактных племен еще нету? Нет. До них еще достаточно далеко. Что за звук? Так я зову нашу вторую лодку. Сообщает нашей второй лодке нашу геолокацию. Вот такая навигация в лесах Амазонии в Эквадоре. Как? Давайте вместе попробуем. Не О, а У. Ты делаешь это голосовыми связками. А нужно дуть, как в трубу. Попробуем еще раз. Представь, что ты вдаль отправляешь свой голос. Мы этому с детства учимся. Шеф, поднимайтесь. Вместе сейчас как аукнем, а все, что отстали наши. Друзья, ну телефон реально не работает. Вот, пожалуйста, связи нет, смотрите. Поэтому остается только аукать. У-у-у-у-у. Судя по всему, они сильно отстали. Воспользуемся современными технологиями. Попробуем. Может быть, рация добьет. Уха не помогло. Прием, прием, прием. Лодка 2. Добивает только на 1 километр. И то прямая видимость нужна. Поэтому может не сработать. Прием, прием, прием. Прием, прием. Ну, нет связи. Далеко они, значит, еще. Ситуация становится все серьезнее. В темноте с ними могло произойти все, что угодно. Мы отправили обратно лодку, потому что нужно срочно найти наших друзей. Вот, пожалуйста, все. Мы без транспорта. Остались на этом маленьком пляжике, где-то посреди джунглей Эквадора. Очень похоже на то, что сегодня мы можем не успеть добраться до приюта. И придется заночевать прямо на этом пляже. А тебе как остаться ночью посреди джунглей Эквадора? Я только за. Мне нравится природа. Мы, конечно, оптимисты. Но на самом деле остаться в темноте, посреди джунглей, без палаток и провианта. При этом не зная, где потерялась часть команды, перспектива, мягко говоря, не лучшая. Но, к счастью, вдалеке послышался звук моторов. Показались наши лодки. Нашлись. Оказалось, что у второй лодки были небольшие проблемы с мотором. Наконец-то все в сборе. Будем разбивать лагерь. Честно говоря, место не лучшее для ночлега. Уровень воды поднимается. В любой момент может начаться дождь. И пляж может затопить. Надо сделать хоть навес. Пойду нарублю веток. Давай помогу, может, тебе нарубить. Возьмем второй мачете. Идем. Ай, скользко. Вот, друзья, как выглядят реальные тропические джунгли Эквадора в абсолютно не туристическом месте. Там, где нет тропинок, там, где нет цивилизации, там, где не живут люди. Вот, подходящие деревья для навеса. Я рублю это. Здесь работают, друзья, законы джунглей. Конечно, я против вырубки леса, но здесь или ты, или тебя. Остался посреди джунглей. Нужно готовить ночлег. Это законы выживания. Да, нам сейчас придется срубить пару деревьев. Но не больше, чем необходимо. Мы не вырубаем массово. Берем ровно столько, сколько нужно для выживания. Помогай, Саня. Хочешь нормально ночевать, руби. А вот настоящим индейцам даже мачете не нужны. С ловкостью обезьяны наш второй лодочник добыл нам еще веток. Мы сегодня слишком поздно начали. Нужно начинать не с заходом солнца, а часа за полтора. Хорошо, что у нас есть фонарики. Все мокрое после дождя. Вот он, друзья, ночлег в джунглях. Никакой романтики. К тому же здесь просто огромное количество насекомых. Ого, смотри, Сань. Сверчок. Джунгли – это один из самых богатых на животный мир, уголок на планете. Желательно, если вы оказались в джунглях, быть с длинным рукавом. Потому что, кроме безобидных кузнечиков, здесь есть очень много смертельно опасных насекомых, пауков. И если не повезет, можно не вернуться из этих джунглей. Хватит болтать. Нам еще нужны листья для шалаша. Эти листья нам помогут сохранить тепло. Мы будем стелить их на землю. Вот так мы еще не ночевали. Пока мы ходили в лес, что у нас тут произошло? Ого! Ничего себе! Тут курица готовится, рис, бутыль с водой. Смотрите, газ. И готовится полноценный ужин. Ничего себе! Вот такие они, друзья, современные племена. Пока повар готовит, мы построим навес для ночлега. Все очень просто. Четыре палки, тент, листья в качестве подстилки. И навес готов. Нам нужно быстро заканчивать, чтобы сразу лечь спать. Потому что уровень воды заметно поднимается. И ночью нас может ждать сюрприз. Вот видите, вода. Проведу линию. И посмотрим сейчас, как быстро вода подходит. Есть вероятность, что нас здесь затопит. Есть вероятность, или нас точно затопит? Это природа. Никто точно не знает. Если вода подойдет слишком близко, нам нужно будет срочно уходить. Все дело в дожде. Мы с вами видели, какой ливень шел в другом районе. Скопилось много воды. Теперь она вниз по течению подходит. И это место затапливает. Прошло буквально минут 5-7. И вот уже та линия, которую я начертил, она уже затоплена. И смотрите, на глазах прибывает вода. Вот подходит все ближе и ближе. По-моему, мы сегодня не поспим. Ну, хоть поужинаем нормально. Спасибо. Класс. Какая еда в полевых условиях. Как будет приятного аппетита на языке варани? Мы просто говорим кинимпа, то есть еда. Кинимпа. Я когда готовился к поездке сюда, читал про вашу общину очень много, про ваше племя. И в основном это такая достаточно страшная информация. Вас называют агрессивными, жестокими. Особенно это касается неконтактных племен. Это правда. В 2016 году неконтактные убили нашего родственника варани. Они перепутали его с кем-то другим из города. Потому что он был в современной одежде. Почему на них напали? Только за то, что они были в современной одежде? Возможно, из-за мести. Потому что за три года до этого их поселение было атаковано. И когда они увидели на реке пару в современной одежде, подумали, что это те, кто напал на их поселок. И решили отомстить. Тут важно объяснить. Наш лодочник сейчас упомянул нападение современных индейцев на неконтактное племя в 2013 году. Тогда эта новость всколыхнула весь Эквадор. Речь идет о самой громкой и массовой атаке за последние годы. Тогда были убиты как минимум 20 неконтактных индейцев. Всех шокировал тот факт, что нападение было совершено именно современными индейцами. Никто не ожидал, что цивилизованные варани могут вернуться к своим старым привычкам кровной мести. Уничтожая целое поселение, они мстили за смерть своих старейшин. Ампоры и Буганей. Поэтому лодочник и считает, что убийство на реке, в свою очередь, тоже месть. Это совсем недавно. И получается, по сегодняшний день сохранилась кровная месть. И вы мне в городе говорили, что вы отстаиваете сейчас на законодательном уровне право убивать. Если кто-то меня обидел, я могу ему отомстить и убить. Это нормально у нас. Поэтому молодежь изучает законы, чтобы как-то совместить эти два мира. Какие у вас есть внутренние законы, которые пока не признало государство? После атаки 2013-го правительство просто посадило всех, кто в ней участвовал. Без разбирательств. Законы государства не соответствуют жизненным традициям варани, которые были здесь задолго до появления этого государства. Мы хотим, чтобы прежде чем нас судили, принимались во внимание наши традиции. Другими словами, даже современные варани считают, что у них есть полное право на убийство и месть. В 21 веке это звучит по-настоящему дико. Учитывая относительно недавние случаи, означает ли это, что каждый из нас с вами, путешествуя здесь, в принципе, может быть убит? У нас нет контактов с Тагиери и Тараминани. Но традиция кровной мести у них есть до сих пор. Да, это может произойти. Для них мы другие. Мы выглядим по-другому, носим одежду, не носим диски в ушах. Поэтому я всегда говорю, что нужно быть осторожным, проходя их земли по реке. Самое главное – пройти зону неконтактных как можно быстрее. На участке, где они живут, даже останавливаться, чтобы сходить в туалет нельзя, потому что мы не знаем, кто скрывается за деревьями. Чувствую, что завтра день будет очень непростой. Спасибо за вкусный ужин. Прежде всего повару спасибо за ужин. Смотри, мы сейчас утонем. Ой, господи, посмотрите, вода уже здесь. Вода здесь уже. Мы садились есть, вода была в двух метрах отсюда. Ничего себе. Вау. Мне кажется, наш ночлег под вопросом. Что мы делаем? Какой план действий? Я думаю, нам нужно садиться в лодке и двигаться дальше. Попробуем доплыть до базы. Где мы изначально должны были заночевать. Поехали, конечно. Идти ночью по реке действительно опасно и рискованно. Она извилистая, видимость теней. Лодочник находится на корме, поэтому Мигель стоит на носу, чтобы заранее предупреждать о возможных препятствиях. В темноте можно легко напороться на корягу и перевернуть лодку. Утопить вещи и встретиться с опасными обитателями здешних лодок. Крокодил! Крокодил! К счастью, мы добрались до нашего убежища. Вот это да, люкс. Деревянные ступени. Что это такое вообще? Это заброшенная турбаза. Хорошее место для ночлега. Ух ты! Тут полноценный дом. Точнее, такая терраса большая. Здесь и заночуем. Уже утром мы смогли рассмотреть, где оказались в темноте. Доброе утро. У нас есть целый комплекс хижин, ржавая крыша. По всем признакам можно сказать, что это место когда-то было туристическим. Была декорация, росли цветы, заброшенный гисхаус. Время собирать чемодан и отправляться дальше. Уже второй день мы идем по реке, чтобы познакомиться поближе с племенем Ваарани. Если честно, чувства у меня смешанные. С одной стороны, я очень хотел бы встретить неконтактных Ваарани. С другой стороны, очень хочется жить. Естественное желание каждого человека. Поэтому хотелось бы встретить их так, чтобы продолжить съемки дальше. Спустя полчаса пейзаж не поменялся. Но настроение гидов резко стало другим. Они явно напряглись и насторожились. Мы вошли в зону неконтактных племен. Здесь есть два места, где недавно произошли нападения. Это одно из них? Да. Здесь мой знакомый Мануэль Кауия проходил на лодке вместе с двумя коллегами. Они остановились, чтобы вычерпать воду из лодки. И в какой-то момент он заметил, что из леса бегут индейцы с копьями. С одной стороны реки мужчины бросали копья, а на другом берегу стояли женщины, которые громко, воинственно кричали. Друзья, четко в этой точке. А где были мужчины, с какой стороны, а где женщины? Женщины на том берегу, а на этом мужчины. Там раньше был пляж. А сколько приблизительно было мужчин, а сколько женщин? Около 10 мужчин и где-то 15 женщин и детей. Мануэль прыгнул в воду. Одно копье ранило его в спину. Ему повезло, что оно не проткнуло его насквозь. В этот момент лодочник достал пистолет и выстрелил в воздух. Это отпугнуло индейцев, и они разбежались. Тогда погиб кто-то? Нет, всех троих только ранили. Один из них размахивал руками, чтобы они не нападали. Ему копье попало в руку, проткнуло ее и зацепило грудь. Когда вы здесь проплываете, что вы чувствуете? Здесь всегда тревожно. Мы смотрим по сторонам и прислушиваемся к звукам и шуму. Мы стараемся тут не останавливаться и никогда не выходим на берег. Эта зона до сих пор остается зоной неконтактных племен? Или сегодня их территория сместилась уже? Нет, это их территория. Они и сейчас здесь живут в разных местах. Там наверху и здесь, ближе к реке. То есть, теоретически, вот сейчас они могут нас видеть и находиться где-то там? Или там? Да. Вот там где-то в джунглях могут быть люди, которые могут реально напасть. Возможно, для кого-то из вас сейчас это звучит как какая-то сказка, как выдумка из фильма, но это так. И вот, пожалуйста, живые люди, которые это подтверждают. О фактах нападения неконтактных племен нам также рассказывал исследователь из Бразилии Хосе Карлос Мерелис, который сам чудом выжил после нападения индейцев. А спустя год после нашей с ним съемки в тех же лесах Амазонии неконтактные племена убили его коллегу выстрелом из лука. Новость разлетелась по всем медиа. Путь через территорию неконтактных действительно смертельно опасен. Заводи быстрее мотор. Уходим отсюда. Мне здесь очень неспокойно. Тут нельзя долго находиться. Это место нужно быстро проходить. После поезда к джунгле, особенно когда мы там едим очень нетипичные блюда, я стараюсь обезопасить свой организм от последствий таких кулинарных экспериментов. Смотрите в следующей программе. Мы продолжим наш опасный путь через зону племен, которые никогда не контактировали с цивилизацией. Они могут убить что двух, что четверых, что восьмерых в принципе. Мы-то безоружные? Сейчас они наверняка знают, что мы здесь, на их земле. Отыщем тех, кто выжил после нападения. Повсюду была кровь. Я успела заскочить в лодку, завести мотор и уплыть. Обнаружим пугающие артефакты. Здесь кровь вашего сына. Когда доставали копье, на кончике оставались кусочки плоти. Соберем свидетельства, что представляют из себя неконтактные племена сегодня. Они украшают свои копья перьями и волосом ленивцев. Они выглядели более мускулистыми и сильными, чем мы. Пули как будто бы не брали неконтактных. Познакомимся с теми, кто по законам Баара не имеет права на кровную месть. Бывает. Очень хочется этим копьем воспользоваться. Вы действительно знаете, как их найти? Субтитры создавал DimaTorzok